Хорошую шутку сыграла судьба с Татьяной Маловой. Ее работа в дорожном хозяйстве началась 1 апреля 1974 года. В этот день выпускница института вместе с супругом пришла трудиться в тогда еще ДЭУ-110. Так раньше называлось ДЭП номер 13. После окончания получили распределение сюда, тогда еще на Можайке находилась. Назывался он ДЭУ-110. Теперь Татьяна Алексеевна почетный гость на столетии дорожного предприятия на правах одного из старейших сотрудников. Точная дата создания ДЭП номер 13 неизвестна. В результате кропотливой работы с материалами в архиве удалось разыскать списки рабочих и служащих дорожного отдела, датированный октябрем 1918 года. Именно от этой даты предприятие и ведет теперь официальный отсчет своих лет. Сейчас оно обслуживает Рублево-Успенское, Первое и Второе Успенское, Красногорское, Подушкинское шоссе и подъезды к ним. Всего более 200 километров Одинцовских дорог. Эти дороги всегда в порядке, вы это знаете. И все это заслуга работников нашей организации. Около 200 человек работает на нашем предприятии. И, конечно, это дело их золотых рук. Дорожная организация такое дело, что мы работаем и днем, и ночью. У нас ненормированный, скажем так, рабочий день, да и ненормированный рабочий год. Материально-техническая база предприятия современная. Условия труда хорошие. Руководство ценит каждого специалиста своего дела. А другие говорят, здесь не задерживаются. У нас даже в 90-е годы выплачивали зарплату. Не просто выплачивали, а вовремя выплачивали, когда были сложные годы. Сейчас, безусловно, приходится сталкиваться с трудностями. Но материальная база у нас хорошая. И благодаря нашему руководству, безусловно, Камкия Василий Петрович, наш генеральный директор, он много делает. Коллектив дорожного предприятия «Дружный». Здесь немало династий сотрудников. А есть и те, для кого работа в ДЭП номер 13 стала семейным делом. Виктор Сидорин из Орловской области работает в этой организации трактористом уже 11 лет. Сюда его привел старший брат Владимир. Он самый первый пришел сюда с 2006 года. И как бы нас потянул всех сюда. Нас всех – это кого и сколько? Четырех братьев. Поздравления, конкурсы, выступления артистов, столетний юбилей дорожники отметили с размахом. А сразу после торжества с новыми силами они вернутся на свои рабочие места, чтобы по-прежнему поддерживать подведомственные им дороги в полном порядке. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.